Первая фотосессия ее в полтора месяца, когда она действительно просто мне позировала. Мама сейчас с грустью смотрит на фотографии своей дочки. На них абсолютно здоровая девочка. Малышка очень быстро развивалась, рано научилась ходить и даже успела сказать свое первое слово – мама. Для Анны это было самой большой радостью, но в сентябре июля тяжело заболела. Диагноз прозвучал как приговор – воспаление головного мозга. Девочка несколько дней лежала в реанимации, болезнь отступила, но последствия оказались страшными. Юля практически полностью потеряла слух. Она была очень активная, подвижная, даже уже начала бегать. Сразу после болезни ребенок перестал полностью ходить, перестала практически сразу разговаривать. Вы понимаете, что если мы не слышим, то мы не знаем, как это произносить, как произносить эти слова. Сейчас девочка все постигает заново. Пусть еще не уверена, но уже ходит. Играет с любимыми куклами и очень любит рисовать. Ее мама уверена, со временем у Юли все двигательные функции восстановятся. Единственное, что не возобновится, так это способность слышать. Уровень восприятия настолько низок, что не могут девочке помочь даже слуховые аппараты. Однако выход есть. В Киевском институте отоларингологии помогают даже в таких тяжелых случаях. Вживляют вовнутрь уха специальный прибор, который позволяет восстановить слух на 90%. Стоимость такой операции 303 тысячи гривен. В семье таких денег нет. Операция называется кахлеарная имплантация. Ребенку это делается на всю жизнь. То есть вставляется как бы искусственное ухо. Я очень прошу всех родителей, у кого есть дети, помогите, пожалуйста. Потому что стоимость операции огромная, и мы, к сожалению, не можем себе позволить сами, самостоятельно собрать деньги. К тому же время играет против маленькой Юли. Чем раньше сделать операцию, тем больше шансов вернуть ребенку возможность слышать. Через полгода будет уже поздно. Помочь Юле услышать шум моря, пенье птиц, голос мамы могут зрители телеканала Юнион. Для этого нужно перечислить деньги на личный счет Анны Саенковой или связаться с ней лично. Анна, мама Юли, искренне надеется, что с помощью небезразличных людей ее дочь сможет прожить полноценную жизнь. А она снова услышит от своей маленькой дочки заветная мама. Ольга Шилкина, Евгений Красюков, Панорама.